The original link to the video will be in the description down below. The original link to the video will be in order to fight back against hackers, ruining solo queue everywhere. This episode will be a man who has blasted the sheathers. Alright, let's go back to the video. Hacker, cheaters, стеночники, aimbotters, as before as you want. We all talked about these people and they are idiots. They would destroy your time and it happened even with the professional. В итоге, что вы делаете? Нажимаете правой кнопкой мыши и отправляете жалобу, в большинстве случаев ничего не происходит. Но есть один человек, который тратит свою жизнь, даже, возможно, рискуя жизнью, разоблачая читеров и хакеров для дальнейшего их бана. Это, по сути, копы в среде геймеров, что касаемо Overwatch. Его зовут Мухаммед Аль-Шарифи, но известен под ником GamerDog, и он управляет полицейским департаментом PowerWatch. Это сообщество не только ловит и разоблачает людей, которые используют дешевый софт, но и тех людей, кто создает и продает его тоже. Если вы считаете, что ваша игра полна читеров, я очень много жаловался, например, на матчмейкин в CSGO, но это не идет ни в какое сравнение с проблемами хакистого Overwatch. Выглядит как искусственный интеллект, но думаю, что это человек. Честно, на этом моменте уже не знаю. Очень трудно определить. Игра заселена читерами, и Blizzard, при всем уважении, плохо контролирует данный процесс. Со слабым античитом и отсутствием аналогов ECFPL для Overwatch, все, кто хотят играть, застрянув в котле скриптов, аимботеров и волхакеров. И вот здесь приходят GamerDog и его департамент. Они такие некие шерифы в этом диком городе хакеров. Например, если вы заметили хакера, и вам надоело отправлять жалобы и не видеть бана от Blizzard, то с помощью портала этого департамента можно пожаловаться на них. Это даже очень похоже на заявление в полицию. У нас очень хорошая система жалоб, так что все организовано. Мы берем дату инцидента, время инцидента и ник человека, который использовал читы, а также ник того человека, который отправил собственно жалобу. Мы собираем потом всю информацию и отправляем в Blizzard, чтобы они рассмотрели инцидент. Мы также отправляем видеоролики длительностью 1-2 минуты с человеком, который мухлевал, и также отправляем еще полный повтор всех этих моментов. Если повезет, то подозреваемого забанят уже после этого, но департамента GamerDog также публично называют и стыдят читеров, и иногда и такое даже срабатывает. Интересно, что 2 или 4 читера лично написали мне, что им стыдно, что они обманывали. Они мне пишут обычно в таком стиле. Мне 16 лет, я хотел почувствовать себя крутым и прочее. Я отвечаю, что ты можешь делать то же самое, только играя без всего. Поэтому да, иногда такие сообщения приходят, где люди сами понимают, что они использовали эти читы. Они также сохраняют исходные файлы на активных читеров, так что вы можете увидеть, какие они читы используют и находятся ли они онлайн. Но глава департамента не только отправляет информацию Близзард, иногда он сам выполняет работу по поимке. Например, когда к нему попал код на один чит, и он угрожал выложить его в сеть, если Близзард не предпримет какие-то меры. У нас был исходный код на данный чит, который мы отправляли несколько раз в Близзард в течение 6 месяцев, и Близзард было все равно, и они ничего не заметили. У меня уже не хватало терпения, и в итоге я сделал вид, что если в течение недели Близзард не обнаружит данный чит, то я выпущу полностью этот чит в сеть, чтобы каждый мог им воспользоваться. В течение 5 дней чит, кстати, обнаружили. Это был даже самый большой улов в истории, где-то 5000 человек было забанено. Не все, конечно же, считали, что недельный ультиматум Близзард была хорошей идеей, но вынужденные ситуации рождают радикальные действия. Геймердог тратит свои деньги и время, чтобы проникнуть Дискорды или частные форумы, которые используют читеры, чтобы узнать информацию о хакерах. Он даже стал модератором некоторых сервисов с читами, чтобы ловить людей с поличным, и хакеры даже не знают об этом. Он уже по факту секретный агент. Я до этого уже говорил, что Геймердог, возможно, рискует своей жизнью, делая все это, но это будет звучать дико, но он получает даже смертельные угрозы. Очень много людей отправляют угрозы, оскорбляют меня за внешность, например, как они наймут на меня киллера и попытаются меня убить. Также есть люди, кто якобы сливает мой адрес, но ничего из этого не происходит, и я знаю, что это и не произойдет, потому что не боюсь данных людей. Мне не страшен ни один разработчик, потому что в конечном итоге я тот, кто их преследует, а не те, кто прячется. Касаемо той работы, которую они проделывают, мы не говорим про человека под ником новыймастер69, который воспользуется читом, найденным в гугл. Геймердог также следует за теми, кто продает, создает и распространяет эти читы. Иногда бывает, что один разработчик читов сливает другого разработчика читов, поэтому полиция может двоих накрыть сразу, чтобы не было никакой конкуренции. Это супер. И, ребята, бизнес процветает. Слишком сложные читы могут стоить больше тысячи долларов и сотни долларов на дальнейшее их использование. И все это для того, чтобы побеждать в мертвой игре. Я шучу, фанат Overwatch, не приходите меня убивать. Ладно, оставим смертельные угрозы. Вообще, это огромная работа руководить всем этим комьюнити охотников за хакерами, и всю инфраструктуру, которая это поддерживает. И Геймердог при этом работает в реальной жизни. Он говорит, что департамент забирает столько же времени, сколько может забирать работа с частичной занятостью. И Blizzard особо не помогает. Я им каждую неделю отправляю очень много информации. Даже каждые четыре дня. Я им очень много отправляю информации. На каждый чит, который используется в данный момент. Файлы, что делать с ними. По факту все. И мы видим, что ничего не происходит. Недавно они сказали, что они разработали два античита, но по сути это не помогло. Это остановило разработчиков читов на 3-5 дней, и их читы опять вернулись в прежнее состояние. Итак, давайте подведем итоги. Многочисленные часы работы. Угрозы. Отсутствие помощи от Blizzard. Хочется задать вопрос, почему он вообще этим занимается? Я решил это спросить у него самого. Я занимаюсь этим, потому что люблю киберспорт и видеоигры вообще. И потому что мне 24 года, и у меня уже были связи с киберспортом, и мне хочется делать что-то хорошее для общества. Я знаю, что это такое, играть против читера, и знаю, что это такое проигрывать тому, кому не должен ты проигрывать. Поэтому я делаю это для следующего поколения геймеров. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на донейшн-арез будет в описании. Всем до скорой встречи, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok